КАКТУСЫ, КАКТУСЫ, ПОПУНЦЫ И вот там вот за этим деревом, вот туда, вот там, вот, 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 видите, вот одно дерево, вон там вот второе. Вот там видно, вот немножко, если с моей точки посмотреть, там вот видно вход маленький, вход в эту же пещерку. То есть вот ее продолжение, вот там, но там очень узкая, входа туда нет. Ну и ладно. Хаджерим. Вот, типа мегалитической кладки, полигональной. И с другой стороны так же все. Это двор храма. Хаджерим. Ну, как предполагают, ученые, это очевидно. Это было вот таким образом, вот все не давали, вот такие подъемники встроили. Насыпалась рамка. И вот с той стороны, вот так, вот этой рамки уже поближался вот этот храм. Вот, видите, вот так вот, такие, ну, это только предположение. То есть, как это действительность? Ну, если древние люди могли делать такие вещи, то тогда мальтийцы должны были вообще иметь довольно-таки высокие... Это было храмовая культура, это храм. Это, это, эти сооружения воздвигались не для жизни. Люди здесь не жили. Они поклонялись каким-то богам, божествам. В то время они поклонялись разным богам. Самым главным для них было плодородие. То есть плодородие, это было главное во всем. Была плодородная земля, у них будет расти что-то. Они смогут что-то есть, опять же, смогут кормить свой скот. Они смогут сами продолжать свои руки. Цимлим вот ян-цисто, окси. Хаджарин. Они как ламочки, то есть, были эти ламки своего рода. Складывались, очевидно, дары, которые притесились к жертвам, богиням, которым они манились, богам и божествам различных, и оставлялись здесь. Никогда. Вот в нишах, здесь было очень много ниши, в нишах всегда находили хвостик живой. Вот когда проходила расчистка, находили хвостик живой. И почему-то эти живые, вот тоже такие сухожили. Возьмите, это все. Вот, кто-то любит, кто-то любит, кто-то любит. Возьмите, это житая. И вот такая она сейчас есть, правда, маленькая, но она не выстрелит. И вот такая она сейчас есть. Хорошо они сидели с этим на берегу моря, смотрели на тот остров. Ну, вероятно, был несколько больше, потому что его уже британцы разбомбили, привели его в такое состояние. Он был кругленький вообще изначально. Это был карьер своего рода. Карьер. А какой давности? А этого я не знаю. Ну да, вишний. Это около Найдра. Да, ну да, вишний. Вот вы покажите, вот Найдра, а вот Хаджарим. Вот вам видно с двух сторон. Вот Найдра, вот карьер, а там Хаджарим. Пройтись по карьеру, сейчас панораму снимем. Это Найдра, да? Вот это Найдра, да. Вот вам следы, следы, я так полагаю, нужно искать вот там, где они выходят из земли. Вот там можно искать какие-то следы, если они есть. Вот это дерево, знаете, какое вот растет? Какое? Инжир. Инжир. Это замечательное фиговое дерево. Вот фиговый листок. И вот как солнце, смотрите. Вот зимнее солнце стояло. Солнце проходит. Леднее солнце. Ну, конечно, ручная выработка. Спокойно в известняке. Оракул говорил. Ну, здесь так же. еще одна ниша. Какие-то здесь отверстия. Мегалитическая. Так. Как камни лежат. Огромный камень, просто огромный камень. Здесь животное привязывали. 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 Вот, скорее всего, вулканическим вот этим стеклом, обзидианом, это самый твердый на то время был материал, другого, более твердого материала здесь просто не было. Гранит, он в любом случае от удара мог раскрошиться, а вот это вулканическое стекло, чужное, так мы его в музее, вот когда будем, мы увидим. Колеи, вот они, колеи, оттуда они образовались, кто, кто, что их сделал, никто не знает. Глубиной до 60 сантиметров, вот колеи, туда идут. Некоторые обрываются прямо вот с утеса, вот здесь утесы деньги, вот где радар, вот туда, вот, и некоторые прям обрываются с утеса в море. Куда не уходят, когда не были сделаны, какие движения почвенные были, вот видите, какие глубокие. Колеи. Ух ты, там вообще огромные. Ну, видите, прям как развилка идет, с одной стороны они присоединяются, с другой стороны. Сюда идут колеи. Вот, 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 вот колеи, вот там колеи, очень много здесь. Вот перекресток колеи. И вот старый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как римляне добывали камень Это все коралловый известняк Вот так они резали Разделяю на участки на отдельные Потихонечку, потихонечку Видны следы Торшин Это торшин Мегалитическая постройка неизвестной культуры Вот такие ворота Якобы на таких шарах перевозили мегалиты Вот эти круглые камни Их транспортировали сюда Вот на таких шарах А вот это фиговое дерево Очень вкусный Тут такие вкусные жиры растут Но они уже закончились В смысле ушло время, да? Да, вот они съели их Они вот августовские Вот этот инжир Это августын О, щелкните меня Щелкните меня Щелкните меня Где-то лет 30 тому назад Вот посмотрите, на что он превратился Через 30 лет Какой? А, оригинальный камень Стоит в музее Он абсолютно имеет вот такой круглый мотив Вот как глаза Ну, то есть, как бы предохраняет Как говорят Ну, вот как мы с вами говорим От злого глаза От наговора От злых духов Как бы отводил Вот он преграждал уже путь здесь Туда только Вот это было как Это поддерживающая часть Главного дел Это вот столбы Трилитонные Трилитонные Оригинальные Лестница на второй этаж Храма торшин Или на крышу Это оригинальные камни Вот эти все мегалитрические блоки Правда, куча реставраций Мы не мешаем? Нет, нет, нет Куча реставраций Вот это еще остатки еще одного храма А вот туда дальше Ну, туда-другого хода нету Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok